Привет всем, с вами Джексон и сегодня будет очередной обзор посылки, но на этот раз не с Китая, посылка достаточно интересная, заказанная на местном магазине, позволите заказать себе посылку смогут только те, кто живут в Молдове или в Украине, отправят ее путем почты, в магазины, интернет называется Ремэлектроник, и там можно купить множество всяких компонентов, причем в достаточно хорошей цене, доставка там стоила, ну если баксы, перевести около полтора бакса, ну вот по крайней мере по территории Молдовы, достаточно выгодно, поэтому он сказал, что много всяких компонентов, также заказал корпус для нашего усилителя, пластиковый, сейчас давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри, это намного выгоднее, чем заказывать с Китая, некоторые запчасти, поэтому особенно если заказывать поштучно, так что заказал все-таки у нас на местном магазине, благо они есть, и это хорошо, поскольку лично у нас в городе, ни одного нет магазина, который продает подобное, только интернет-магазины подобного типа. Так, давайте все это дело вскроем, почта, кстати, открывалась, посылка внутри страны только перемещалась, хочется, все равно это все дело вскрылось, ну, в стране достаточно, а так, начнем то, что у нас тут корпус пластиковый, его сразу видно, наверное, в нем все у нас и находится, вроде бы его не повредили, так, таким образом все у нас, поковали, блин, не знаю, что его скотчем клеили, но по-любому остались все следы использования, то есть, от Котч остаются вот эти вот следы, потом их стирать достаточно трудно, ну, ладно, глядя, вскроем все это дело, так, Котч, а хотя, Котч тут такой он не сильно приклеился, так, ссылку на магазин с киноописаний для тех, кто ждет в Молдове, это будет, думаю, интересно. Из-за того, что заказал такой корпус, что достаточно хороший способ, сейчас, стоил он всего лишь 4 баксов, в Китае вы такой точный найдете, 4 баксов, и вот тут у нас огромный кричит от частей, так, сейчас, как все, клеим, ужасный скотч, я его не люблю, не люблю, не люблю, что он оставляет след, видите, вот следы остались, ну, ладно, поставим все хотели, насколько знаю, корпус производства Украины, начнем с того, что он, как минимум, не китайский, минус китайских корпусов, то, что они достаточно используются, что рисовые компоненты, а при этом достаточно тонкий пластик получается, и он некачественный, тут же, единственное, что его как-то затерли сильно, ведь он поцарапанный, ну, ладно, это не критично, поскольку он не для, скажем, не для красоты у нас, для функциональности, вот такой вот у нас корпус, так, против соберем полностью, он пришел нам разобранный, и получился у нас в итоге вот такой вот огромный корпус, точно большой корпус, по размерам, не знаю, в них уничтожат рядом нету, но я, насколько помню, тут, по-моему, 17 на 13 и высоту на 9 сантиметров, вот такие примерные характеристики, за 4 баксов, вполне хорошо, кроме того, как вы можете заметить, достаточно тут толстый пластик, то есть это даже, вот даже вот таким образом согнуть, это достаточно трудно, он очень плотный, это, наверное, главный плюс, кроме того, тут внутри есть отверстие, чтобы крепить какие-нибудь платы, для нашего усилителя, куда я его уже делал, так, что усилителя, тут места более чем достаточно, еще тут будет, вот тут балкопитание находиться, даже немного больше места, чем хотелось бы, поэтому это хорошо, возможно, потом еще закажу один корпус, я заказал первый, чтобы пробовать посмотреть, какие они, мне достаточно хорошо, ну, нравится этот корпус, наверное, я закажу потом, когда будут деньги, еще, три корпуса дали, давайте посмотрим, что у нас по зачастям пришло, я, честно говоря, не помню, все, что тут есть, но, вот первое, что мы видим, это вот такой вот радиатор, я заказал, не знаю, скорее всего, будем его вот тут же и использовать алюминиевый радиатор, ведь он достаточно такой толстый, стоил, по-моему, 2 или 3 бакса, но за такую стоимость, точно хороший радиатор, он как раз идеально подходит, по-нашему дашки, он прям, тетелька в тетельку, по-моему, даже подходит, вот, да, 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 он прям в тетельку, в тетельку под наш макетную плату подходит, прям идеально, и при помощи в обе с проблем можно будет охлаждать наши ТДАшки, активное охлаждение, то есть, вентилятор тут даже не понадобится, то есть, плюс, хотя не знаю, может быть, понадобится, посмотрим, как получится, далее у нас тут куча всяких запчастей, давайте откроем, посмотрим, что у нас там внутри, начнем с того, что у нас тут резисторы, первое, это у нас на 1 килоом, мне больше всего удивляет, я не первый раз заказываю с этого сайта, раньше там с другом моим заказывали на пару, вот, получается, резисторы, и тогда мне пришли вот эти такие же резисторы, и мне удивляет то, что они до сих пор используют советские резисторы, то есть, это не современные, это именно советские резисторы, у них советская маркировка, вот так они вот выглядят, коричненькие, очень маленькие, мощность их, ну, наверное, 0,5 ватта, точно не помню, но они такие маломощные, то есть, но при этом, достаточно хорошие, новенькие, то есть, это не использованы, это все новый товар, и при этом это советские резисторы, они очень удобные, потому что на них нормальная маркировка используется, не то, что, вот, допустим, вот тут уже у нас 104-70 Ом, взял вот такие вот резисторы, тут уже используется вот эта вот полосочная маркировка, мне она совершенно не нравится, и по ней, ну, не очень удобно ориентироваться, благо, что бумажку внутрь вложили, а поскольку это нужно высчитывать, а там просто написано, сколько и легко ориентироваться, кроме того, тут у нас такая вот целая лента вот этих вот резисторов, ну, тут 100 штук, как и первое, второе, это у нас тут по 100 штук, они продаются, по штучной их не продают, они продаются оптом, то есть, если покупать, это сразу 100 штук меньше вам не продадут, ну, хотя, если договорить с продавцом, может быть, и меньше продадут, так далее, давайте посмотрим, что у нас дальше, там вижу конденсаторы всякие, так, 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 на этот раз никаких микросхем не заказывал, в прошлый раз я заказал микросхемы, кстати, видео, я так и до сих пор не выложил, но у меня есть, тут еще получается резисторы, это у нас на 10 килоом, эти вообще очень-очень мелкие такие, резисторы даже сравнению с этими, эти не показать сначала мелкими, эти еще меньше, то есть, ну, для этой функции, они явно подойдут на 10 килоома, 0,17 ватт, погрешно, 5 процентов, показано, ну, мне вполне для схема, к этому это будет достаточно, правда, я не знаю, возможно, не будет слишком слабенький, но, благо, у меня есть, пусть и вот у меня есть, вот штучка такая, тут канифулю, тут у меня даже, вот такие вот есть, большие, это помна, но не на 1,2, на 0,5, вроде бы, ну, тоже достаточно хорошее, резисторы, так что на 10 килоом, если мне нужно будет, это большее мощности, то есть, мне это все будет, найду, а кроме того, заказал вот такие вот штучки, вот тут у нас одна такая используется для питания, очень удобные, мне понравились, я тоже прошу вас у них заказывал, очень удобно использовать, правда, стоит достаточно дорого, как стоит дорого, кому там за одну штуку, 50 центов или что-то в этом роде, ну, да, дорого все-таки за эти штучки, но их, не так скажем, функционалу, очень хороший, то есть, они очень удобно и используют на плате для крепления проводов, вообще просто идеально, вот у меня было, по-моему, три штуки такие прошлые раз заказывал, теперь сказал побольше, буду часто их использовать, но очень удобная штука, кроме того, тут все при помощи отвертки, то есть, можно закрепить провода, штука классная, всем советую, это, наверное, будет дешевле, и далее, что у нас осталось, это у нас конденсаторы, так у нас такие вот конденсаторы, насколько помню, тут 10 штук, это у нас на тысячи микрофарад, на 35 вольт, вот такие вот конденсаторы заказал, он понадобится мне в будущем, кстати, говоря, хотел конденсаторы все заказать на 2000 микрофарад, но не нашел у них на сайте, почему-то не было их в наличии, поэтому заказал такие, кто не знает, достаточно хороший сайт тем, кто же, а, кстати, вот тут все у нас конденсаторы, конденсаторы, не помню, они керамические, помню, называется или кремниевые, ну, в общем-то, неважно, у меня вот тут такие же используются на плате, да, вот тут 104 такие же, ну, то есть по номиналу, и вот я заказал новый, поскольку раньше, кто смотрел от видео по сборке, вот этот усилитель, у меня вот такие же вот конденсаторы, они были косячные, и за них, когда я собрал центральный канал, там были помехи жесткие, мне пришлось в помощи пересобирать на других конденсаторах, благо тут тоже используется достаточно хороших конденсаторы, но уже тоже не новые, но они хорошие, относительно предыдущих, они много лучше, то же время, что я вот заказал еще 10 штук вот таких конденсаторы подобного типа, там у них невыгодно заказывать, там штука стоит 0,1 бакс, получается, и 0,1 бакс, сейчас вам скажу, вот 10 штук это 1 бакс, да, ну, невыгодно, с Китая будет выгоднее, допустим, я с Китая помощь сейчас, заказал тысячу штук за 5 или 6 баксов, ну, намного выгоднее такие вещи там заказывать, но мне нужно было срочно, поэтому заказал у них, а так вот эти вещи у них невыгодно заказывать, также, что у них выгодно заказывать это резисторы, резисторы у них вообще дешевые, вот за этот пакетик это пол бакса, вот за 100 штук, то есть, по-моему, это достаточно хорошая цена, например, валюте наши это 10 лей, кто знает, что такое лей, 10 лей за 100 штук, за такой вот пакетик, это просто вот идеально для тех, кто собирает что-то, кто хочет какой-то, ну, собрать какую-то схему, ну, и мы их отдать каких-то запчастей, с него заказать без проблем можно, при этом цены на некоторые товары достаточно хорошие и намного дешевле, чем заказывать это опять же в Китае, но не все так дешево, некоторые вещи дороже, так что смотрите на ваше усмотрение, если вы будете заказывать, опять же повторюсь, доступно по Молдове, получается заказ вот этих вот компонентов и по Украине, то есть Украину могут отправить, я не знаю, возможно, если вы захотите, можно говорить и в России, но, наверное, доставка будет слишком дорогая и будет это невыгодно, и, наверное, у вас там есть свои, так скажем, онлайн-магазины, поэтому, ну, не знаю, у нас вот такой онлайн-магазин заказал, больше всего мне нравится корпус за 4 баксов, вот такой вот большой корпус, кроме того, он очень надежный, то есть очень прочный, мне прям нравится очень хороший корпус, кроме того, тот, кто захочет на нем в нем что-нибудь такое разместить, тут есть охлаждение, вентиляция, то есть, есть отверстие, можно активное охлаждение сделать, кроме того, них и специальный корпус у которых там я смотрел вас просто вот то верхняя крышка на полностью цельщик все читает и туда можно прикрутить кулер то есть корпуса вообще отличные для какой нибудь электроники супер поскольку но очень удобно некая компоновать мне уже надоело посетить его в деревянных корпуса вот таки вот а вот у нас когда вот я собирал тут схемку прибил ее по карбоновой пленкой а в деревянных корпуса срочно трудно собирать очень долго все это вырезать шкури склеивать потом это еще красить или пократим то материалом но легче вот за 4 бакса вот такой вот корпус заказать вообще супер корпус мне очень нравится в общем то такая вот посылка доступно 5 для тех кто живет в украине в молдове ну возможно можно и договориться но это уже будет невыгодно поскольку наверно вас уже есть это свои местные магазины все эти товары мне пригодятся каких нибудь будущих проектов это лично пригодится вот уже в тендер для 10000 3 я так уже достаточно хорошие но по моему достаточно дорогой процент поскольку три или четыре бакса за вот такой маленький радиатор это может быть дороже чем в китае но не знаю точно на сто процентов не уверен ну ладно посмотрим в общем то вот такая вот у нас посылочка надеюсь вам было интересно в общем то с вами уже сам подписывайтесь ставьте лайки и в общем то пока и вот и Субтитры подогнал «Симон»